МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. В ближайшие 20 минут я и коллеги, корреспонденты Народного ТВ, расскажем о самом важном, что произошло в Кировско-Апатитском районе за минувшие 7 дней, что вы были в курсе. Главный недострой Апатитов. Хирургический корпус до 4-го этажа заложат кирпичами. Металлические переходы, соединяющие старые корпуса с недостроем, демонтируют, а солнышко продадут. В Апатитском больничном городке грядут перемены. Начинаем выпуск. Первые 4 этажа хирургического корпуса уже в ближайшее время начнут закладывать кирпичами, что должно сделать этот недострой неприступным. Постоянно спасатели каждый день туда выезжают, осматривают, меры принимают. 17-го числа торги будет определен подрядчик и в соответствии с тем финансированием, которое было выделено городским советом, там начнутся работы по закладке оконных проемов кирпичами. Еще один заброшенный объект – металлические переходы между корпусами. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям признала их опасными. Больнице рекомендовано их демонтировать. Это планируется провести забесплатно. Найти такого подрядчика, который за свою работу возьмет металлический лом. Это надо делать давно, он ничейный реально. Если процедуру запускать, как скажем так, длинную, не покачаясь сюда, то это растянется на 2-3 года. К сожалению, там она все тоже сжавеет. И постоянно детей там снимаю периодически с этого перехода. Слава богу, что еще никто не разбился. И еще одна головная боль больницы и города – здание бывшего детсада «Солнышко» напротив бывшего роддома. Сейчас эта двухэтажка принадлежит АКСГБ и по сути является притоном для социальных граждан. В ближайшее время это здание будет выставлено на торги. По неофициальной информации на него уже есть два претендента. Правда, больница на этой сделке не заработает ни копейки. Все деньги уйдут в пользу государства. Ну, тут, как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. Как заборы строить по предписанию прокуратуры – извольте за свой счет. Как имущество продавать – отдавайте все в бюджет. И еще одна медицинская тема в выпуске. С этой недели в нашем районе заработало социальное такси. Возить пассажиров оно будет по ночам из Кировского апатита, которых скорая помощь доставила в приемный покой АКСГБ, но по каким-то причинам человека не госпитализировали. Вызвать автомобиль можно с часу ночи до 6 утра. Это проект апатитской администрации. Пробный договор с перевозчиком заключен на 3 месяца. На что заложено 100 тысяч бюджетных рублей. Вызор такси осуществляется сотрудниками приемного покоя Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Мы ситуацию мониторили. Есть цифры разные. Посмотрим. Прошу обратить внимание, что одним из условий перевозчика – это они будут отказываться перевозить людей, которые находятся в нетрезвом состоянии. Просьба граждан к этому относиться с пониманием и отдавать себе в этом отчет. К концу недели этой услугой уже воспользовались апатичи. А не может быть, этот опыт использует и Кировская администрация для жителей отдаленных микрорайонов муниципалитета. Таких как Титан, Кашево и Кукис Вомчора. Думаю, эта услуга будет востребована. Всем ли удобна новая схема режима работы светофора, которая появилась на перекрестке улиц Ленина и Юбилейная в Кировске? Напомню. Теперь, когда горожане пересекают проезжую часть, все автомобилисты стоят. При этом в часы пик здесь образуются пробки. Но пешеходы, особенно пожилого возраста, жалуются на то, что не успевают перейти дорогу. Анна Базлил сделала большой материал, где выслушала все стороны. У нас сейчас светофоры работают по-новому. Успели ли вы заметить, удобно ли вам это? Ну, для пешеходов, мне лично все равно, но, думаю, для водителей не совсем удобно. Почему? Ну, немножечко как бы... Раньше мы здесь шли и поворачивали машины, а сейчас люди как бы не совсем ориентируются. А вы знали то, что здесь можно наискосок по диагонали проходить дорогу? Ну, пешехода же нету наискосок по диагонали. Будет пешеход, будем ходить. Можно у меня идти, у меня сейчас закончится. Не совсем хорошо, скажем так. Почему? Ну, неудобно, пробки собираются. Долго стоите? Бывает, да. Вот в это время в 3, в 4, в 5, в 6. Новый режим работы светофоров в Кировске связан с изменениями, которые были внесены в ГОСТ. По новым правилам транспортные потоки и пешеходные не должны пересекаться. И важно найти оптимальный режим с учетом пропускной способности транспорта, особенно в часы пик. И с этим-то проблемом, по мнению дорожнодзора, ширина проезжей части не соответствует загруженности дорог. В настоящий момент мы проводим, в экспериментальном режиме проводим замеры работы фаз, подбираем оптимальный режим. На настоящий момент выявлено несколько недостатков, которые были устранены. Светофоры настроены таким образом, что для пешеходов появилась отдельная секция для движения. Причем движение может быть осуществлено по диагонали, по кратчайшему пути. Тем самым мы добились того, что пешеходы преодолевают проезжую часть в два раза быстрее. Точнее сказать, не добились, а только планируйте, поскольку в отсутствии зебры на перекрестке люди опасаются пересекать дорогу по диагонали. С учетом всех внесенных изменений, на данный момент для транспортного потока, двигающегося со стороны улицы Ленина, светофор горит 35 секунд, от юбилейной в сторону Апатитового шоссе 25 секунд, а для пешеходов 22 секунды. Дачники-каскадеры в районе нефтебазы по дороге Канов-3 направляясь к своим садовым участкам, огородники переходят в железнодорожные пути, пролезая под составами и рискуя своими жизнями. Ведь поезд может тронуться по специальному разрешению, даже если горит красный свет. И, как говорится, остановить поезд нужно время. Чтобы остановить жизнь, хватает и одного мгновения. От автобусной остановки к заветному земледелю остается преодолеть лишь железную дорогу. Но нередко здесь стоят груженные составы. И чтобы не задерживаться, дачники, а правильное будет сказать каскадеры, лезут прямо под составом. Люди начинают перелезать через автосцепки, пролезать под составом, не понимая о том, что железнодорожный транспорт – это объект повышенной опасности. И в любой момент состав может тронуться. Даже в том случае, если ему горит запрещающий сигнал светофора. Он может отправиться по специальному разрешению. Раньше в этом месте был один путь, и поезда шли, не останавливаясь. Но в прошлом году построили еще одну линию – разъезд для увеличения пропускной способности. Теперь в этом месте один состав пережидает, пока пройдет другой. Вокруг висят предупреждающие аншлаги, но сообщения от машинистов продолжают поступать. Дачники лезут под вагонами, пожилые и с детьми. Мы прорабатываем вопрос дополнительного оповещения населения, постановки дополнительных аншлагов, цветных, ярких, так, чтобы было видно. С машинистами ведется работа о том, чтобы на данном участке подавались частые оповестительные сигналы. Следует помнить, что тормозной путь груженого состава даже при экстренном торможении составит не менее 500 метров. Очень призываю всех, ради бога, обходите состав не менее чем 5 метров от авсоцепки. Вы увидите поезд, вы услышите сигналы, вы будете на ногах, вы не будете лезть под этот поезд, вы не будете подвергать свою жизнь опасности. В Кировске на Олимпийской вандалы разбомбили конечную остановку. Комплекс в ужасном состоянии. И больше напоминает свалку, чем место для ожидания автобуса. Там даже присесть некуда. Разбитая крыша, торчащие в стороны рамы и арматура. Осколки стекол и провода. Кто и когда приведет остановку в порядок? Ирина Кузьмина продолжит тему. Остановка вносит ложку дегтя в общий вид улицы Олимпийская. Недалеко расположен горнолыжный комплекс, который посещают туристы и гости города. Какое впечатление складывается у них при виде старой конструкции? С этой остановкой немало проблем. Главная загвоздка – у нее есть собственник, который не собирается сносить комплекс. Да и на контакт с Кировской администрацией не выходит. Собственник данного сооружения никак не проявляется уже долгие годы. Мы его пытались найти разными способами, даже через милицию. То есть прописан у нас в городе, а уехал кто-то жить вообще за пределы региона. Буквально полтора месяца назад мы проводили проверку соблюдения правил благоустройства. И было направлено ему по известному нам адресу предписание о сносе. Предписание о сносе старой остановки. Собственник либо не читал, либо проигнорировал. Теперь дело с зафемидой. Мы сейчас будем в судебном порядке предъявлять исковые санкции. То есть будем требовать снести данное строение. В принципе договор аренды у него закончился, земельного участка. Думаю, все у нас получится. Просто время немножко это займет. Ну надеемся, что до конца лета мы с этим справимся. И данное сооружение будет убрано с улицы Олимпийской. В Кировске есть несколько остановок собственников предпринимателей. Водельцам рекомендовано следить за их состоянием. К примеру, у городской больницы будут ремонтировать комплекс. А на улице Солнечной уберут старый автобусный павильон с заменой на новый. Что касается Олимпийской, если собственник остановки не откликнется, конструкцию снесут за счет муниципалитета, а расходы вычтут с владельца. Плюс наложат на него штраф. Взамен старые остановки возведут новую. Она уже готова и ждет своего часа. В Кольском научном центре нового руководителя на внутренних выборах победу одержал Сергей Кривовичев. Ученому из Санкт-Петербурга, 44 года. Он член-корреспондент Академии наук. Отец семерых детей и дякон Русской Православной Церкви. О том, когда избранный председатель вступит в должность, чем планирует заняться в первую очередь. И ожидают ли КНЦ революционные перемены. Смотрите далее материал Дмитрия Сергеева. Сергей Кривовичев в минералах с мировым именем. Член-корреспондент Российской Академии наук. Завкафедрой кристаллографии Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько лет работал в США, Австрии и Германии. За рубежом мог и остаться, но вернулся на родину. В честь него назван новый минерал Кривовичевит. При этом Сергей Кривовичев диакон Русской Православной Церкви. И отец семерых детей от одной жены, с которой знаком с института. Семья, кстати, тоже переберется на север. У меня четверо старших детей, они у меня уже студенты. То есть сейчас вот одна девочка четвертая уже поступает, вернее. Она еще не поступила, но поступает. Поэтому, ну, собственно говоря, двое малышей, ну и мальчик вот он мечтует. Поэтому, ну, разберемся как-нибудь. Мы не в таких ситуациях были. Что же до рабочих планов? Юрию Войтыховскому, нынешнему председателю, продлили контракт до 20-х чисел июля. Кандидатуру избранного руководителя утверждать будет ФАНО. И скоро Сергею Кривовичеву придется вникнуть в большую кухню КНЦ. А это не только научная деятельность, но и рутина. Коммуналка, зарплаты, недвижимость. И, конечно, грядущее создание федерального исследовательского центра на базе КНЦ. То, что сделал предыдущий, дочь председателем, который сейчас является председателем, Юрия Войтыховске, это большая работа, которую он проделал. Она, конечно же, так сказать, не пройдет даром. И мы должны это дело завершить. И я надеюсь сделать это в сотрудничестве вот со всеми директорами, с теми, кто, так сказать, вот директорами институтов, которые мы согласились. Я абсолютно не сторонник такого революционного, радикального, радикальных таких перемен. Сделаться надо все постепенно, осторожнее. На выборах голосовали сотрудники нескольких научных центров, больницы, КНЦ, автобазы и вспомогательных подразделений. Институты пока обособлены и в выборах не участвуют. Явка составила 65%. Сергей Кривовичев набрал 60% голосов против 40% у нынешнего председателя Юрия Войтыховского. Победа убедительная, но не разгромная. Хорошо это для дальнейшей работы или плохо, покажет время. Это были первые столь масштабные выборы в Кольском научном центре, но не исключено, что не последние. После того, как КНЦ преобразуют в федеральный исследовательский центр и вольют в него все институты, возможно, пройдут новые выборы председателя. И тогда уже голосовать будут все. Кировчанка Диана Рогозина поборется за титул «Мисс Молодежь» в четвертом всероссийском конкурсе социально ответственных девушек. Всего на участие в конкурсе от Мурманской области заявилось 6 претенденток. Из Мурманска, Североморска, Колы, Александровска и Кировска. Победительница получит грант на реализацию своего социального проекта в размере 100 тысяч рублей. Диана активно занимается волонтерской деятельностью, выступает организатором социальных акций, помогает в организации и проведении детских программ на массовых городских мероприятиях и праздниках, активно участвует в жизни города и занимает столь же активную жизненную позицию. Все время свободно у меня забирает волонтерство, поэтому как бы тут о каких-то увлечениях кроме, и не знаю, что и рассказать, потому что все свободное время я провожу именно там, и именно где-то что-то делая, поэтому у меня его особо нет. Даже на прогулке. Поддержать Диану можно на ее странице на сайте конкурса. Ставьте лайки к записям, позже они будут суммированы и дадут дополнительные баллы. Голосовать можно один раз в сутки. Поддержим Кировчанку. Кировский скульптор Иван Локтюхин, участник международных фестивалей по ледяному зодчеству, на этот раз принял участие в фестивале песчаных скульптур Латвии. К теме этого года, посвященный театру, он создал работу, которую назвал «Игра». Вот примеры недетского уровня – ежегодный фестиваль в Латвии в городе Елагве. Участвуют 17 скульпторов со всего мира, в том числе знакомые нашего Кировчанина. Куличики высотой уже в 5 метров. Итог – шедевры. На скульптуру Ивана «Игра престолов» ушло 5 дней работы по 12 часов. Если работать по-настоящему, профессионально посходить, это вот не ножик такой простенький, это нормальный, острый, шпатель. То, чем люди занимаются на пляжах. Здорово. Вот даже из такого куска грунтовой земли, не приспособленной для лепки из песка, у мастера получилась загорающая на солнышке пантера. Театр – поле для воображения. «Игра престолов» показывает личности и в коронах. Это работа, которая заставляет задуматься о закулисной стороне политики. «Смотришь телевизор у нас, смотришь телевизор где-то еще там, да, то есть то, что люди смотрят везде, накаляют обстановку, ситуацию там. Приезжаешь, общаешься с людьми, везде нормальные, адекватные люди. И художники, скульпторы – это как раз те, кто ездит. Это та профессия. То есть люди приезжают и несут вот этот адекват. То есть они показывают и рассказывают, что везде нормальные люди. И люди вспоминают, что они нормальные. То есть искусство, оно вне политики. Но за то, чтобы люди становились чище, светлее, просто жили весело, радостно». В планах кировчанина продолжать свое творчество, а в будущем организовать фестиваль песчаных скульптур в Кировске. Если все получится, идея Ивана Локтюхина откроет первый в наших городах фестиваль фигур из песка. И о том, какую погоду обещают синоптики на ближайшие дни, расскажет Мария Маслича. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующую субботу. Здравствуйте. А сейчас о погоде на ближайшие дни. В Апатитах воскресенье ясная солнечная погода до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В понедельник, 17 июля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. В Кировске 16 июля будет малооблачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер северный, северо-западный до 7 метров в секунду. В понедельник, ожидается небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный 7-10 метров в секунду. На этой неделе, после плановой профилактики, заработал бассейн санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвос». За три недели провели полный комплекс работ. В том числе обновили часть элементов сауны и хамама. А также привели в порядок панорамные окна. Теперь лучший заполярный бассейн ждет своих посетителей. Это был прогноз погоды. Специально для программы «Дежурный репортер». Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин